Что же с Птолемеями в Египте или эллинистической эпохой египетского государства? Понятное дело, что здесь уже преобладает эллинская культура, начинается очень сильное смешание эллинов с эллинской культурой, опять же греческой культурой, с египетскими традициями и культурой. Именно благодаря эллинизации и романизации в Египте исчезли иероглифы, исчез древний язык. Египта. Видите, какая интересная? Тут сыр, то они потеряли, египтяне. Супер, необходимо как-то помешать им ее захватить. Пускай она лучше будет в руках каких-то там повстанцев, чем египтян. Интересный фактор. Это хорошо. Здесь это нам может очень сильно поспособствовать выжиманию египтян из Африки. По крайней мере из этой части Африки. Кстати, вы видите, цепи завоевали одну из провинций в Африке тоже. Я только на это почему-то обратил внимание. Это супер, это просто, я не знаю, великолепно, замечательно, молодцы. Давите дальше этих египтяшек. Просто все идет прямо по плану. И эта аллинизация привела к чему? Она не привела к тому, к истреблению, к уничтожению, да, как Египет уничтожил Карфаген. Нет. Она поспособствовала, наоборот, развитию. Она поспособствовала сбережению многих египтских свитков, многих египетских достижений, их преувеличению, восстановлению, опять же, той же самой ирригационной системы, процветанию Египта как основному доминанту. Опять же, даже на морском пространстве Средиземного моря, Египетский флот, в то время, именно во времена Птолемеев, он фактически властвовал. Безусловно, это не было на протяжении всех 300 лет правления Птолемеев. Как вы знаете, оно закончилось, началось в 332 году, во время завоевания Александра. Чуть позже, возможно, когда уже непосредственно сам Птолемей стал там править. И закончилось тем временем, когда обратился в Египет, в Римскую провинцию. А это произошло за несколько лет до начала нашей эры. Это 30-й год до нашей эры. Когда, если забегать наперед, Клеопатра и Антоний, Марк Антоний, покончили жить самоубийством. Тогда именно автономия Египта полностью закончилась. Но до этого момента Птолемей и правили. И правили, можно сказать, очень интересно. Я даже не знаю, зачем я там начинаю сопротивляться. Лучше уже потерять эту некомедию, то забить на нее. Но, тем не менее, попробуем отбить атаку врага. Так вот, Птолемея, с одной стороны, у них было очень классное отношение к культуре, к искусствам, к продвижению всех наук, к продвижению, опять же, различных идеологических достижений Египта. Они к этому относились всегда снисходительно. Какие бы правители не были со стороны династии Птолемея, они старались, чтобы процветал Египет в этом отношении, в культурном отношении. Да, были попытки у них завоевать близлежащие территории. Очень много было интриг, очень много было похоти, разврата. Они как династии отличались именно этим. Фактически, в какой мере они были культурно лояльными, в такой же мере они были и развратными, безалаберными политиками. Но, тем не менее, Египет во время их правления был довольно-таки интересной державой, в которой, опять же, был построен такой город, как Александрия. Ай-яй-яй-яй, как у нас тут все происходит. Ну, вы понимаете, преимущество слишком большое. И здесь у нас шансов никаких. Да, никаких нету шансов, в общем, все. Понятно. Все ясно. Даже Черепаха не помогла. Болководца убили, и, в общем-то, все ясно. Жаль же. Ну... Уже даже не смешно, да. Не, смешно, все еще смешно. Так вот... Ого... Так вот... Так вот, так вот... Тоже это, так вот... Биби Масала против Мукопориса. Мукопорис, мало того, что опытный, еще у него почти на тысячу больше человек. И у меня возникает вопрос. Что же с ним нам делать? Отступать, конечно же. Я надеюсь, он нас не будет преследовать. Видите, как у нас привелось все к интересным последствиям. Ну, у нас еще бунты. Херсонес, мы так ослабили, конечно же. Не с руки. Но, тем не менее, Византия, видите, немножечко подчинилась. Вот эта вот бунтащическая ситуация, она... О, мы самые развитые, ура! Она способствует экстриму. Потому что постоянно приходится отвлекать наши силы на разные проблемы. И разные представители династии Птолемея... Они пытались восстановить могущество Египта. Безусловно, пытались усилить его власть, его влияние. Удалось им это только на море в определенные периоды. На самом деле, Греция и Рим ясно показали, что имеют огромное преимущество. И в разные эпохи, сотрудничая, опять же, с Римом, с тем же самым, тоже с Грецией, Египет фактически ничего не выиграл от этой ситуации. Он постоянно находился на перекрестке этих отношений. Постоянно участвовал в разных интригах. Какое-то время удалялся от международных отношений. Но всегда исполнял только одну роль. Это как государство, которое поставляет, является основным поставщиком хлеба. Ну, или точнее, пшеницы для всех государств Средиземного моря. За счет этого он получал прибыли. И эти прибыли в основном тратились на грандиозные постройки. Александрия, Александрийская библиотека, музей, которым копились лучшие труды человечества того времени. Опять же, в ту же самую Александрию она была культурной столицей. В нее съезжались лучшие умы той же самой Греции, даже из Рима. И процветали, процветали в этом отношении, в культурном отношении. Египет играл тогда основную роль. Да, с Кирсонесом у нас тут выходят проблемы. Если читать об интригах, те, которые происходили в семействе Птолемеев, то удивляюсь, насколько изощренными они были. Ну, то, что семейные, родственные, кровосместительные связи, это ясно. Это всегда было среди знать, ничего... О-о-о, нифига себе! Да они тут уже с цепей привели такую группировку усиленную. Есть, мы жмем этот Египет. Отлично, здесь египтяне тоже сбежали. Все, мы его дожмем. Причем очень скоро. Все вместе, совместными усилиями, мы дожмем этих египтяшек. И... И-и-и... Демидий. Развитый город Демидий. Но, к сожалению, текущими силами мы взять его можем, но все равно преимущество численное на стороне египтян. Или может завязаться, попробовать, в принципе, чего его стоит. Потом, если что, пригоним еще другие войска. У нас империя большая, мы можем, чё б нет. Да, идем в битву. Ну, попробуем, по крайней мере, что ли. Хотя... Даже не знаю, как тут поступить. Да, давайте, короче, кто не рискует, тот не пьет шампанское. Расклад просто плохой получается. Наши войска отдельно идут по тысяче. И с каждой стороны у них одно войско большое, одно поменьше. Мы можем загнаться на маленьком войске, немножечко погонять его. Но потом большое войско может нам нанести поражение. Ладно. Давайте как-то попробуем здесь уже поиграть. Более серьезно. Посмотрим, что из этого получится. И вот эти вот интриганы, египтяне... Вернее, эллины, которые правили Египтом. Такая смесь получается, да, египтяны и эллинов. Как вы помните, вообще я не упомянул основную особенность египтяна. Они же не были чернокожими. Это нубийцы, левийцы даже в большей мере. Ну, берберы, там уже смесь берберов идет. То есть арабов, они тоже были не чернокожими. Нубийцы были чернокожими. Египтяне тоже не были чернокожими. Они были смуглыми, но не чернокожими. То есть такие себе потомки белых людей в какой-то мере. Все египтяне смешались и с эллинами тоже. Питали их эллинскую культуру. Все это способствовало различным происшествиям. Вплоть до конфликтов, религиозных конфликтов. Хотя эллины, как вы знаете, были терпимы всегда. Поэтому эти конфликты во время эпохи царствования Птолемея были немногочисленными. Ты что не скажешь о эпохе, римской эпохе. В последующее время и о христианизации Египта. Оно очень сильно осложнялось вмешательством еще и иудеев или евреев в то время. Но это мы забегаем вперед. Если так подытожить с Птолемеями, их правление было культурным. Они пытались что-то сделать, расширить существенно. Мощь Египта не получалась. Тем не менее, в определенное время, на протяжении около 100 лет, Египет был золотой державой. То есть царствовал на водах Средиземного моря. Получал от этого огромные бонусы и тратил их на великолепные достижения культуры, искусства. Но есть, мы свалили их к нему в фараонишку, который здесь решил нам противостоять. Но лучники фараона, как стрелки, как видите, самый сильный юнит, о чем я и говорил. Они с легкостью противостоят. Причем долгое время противостоят нашей коннице. Но то, что мы разогнали сейчас, вот эту вот конницу, оно ни о чем не говорит. И я не знаю. Я не знаю. Долго от этого мало, потому что, как вы видите, идет орда. Просто громаднейшая орда. Которая... Которая наших союзников уже валит. Уже валит. И я не знаю. На помощь к ним могу просто не успеть прийти. Но пускай хотя бы они их ослабляют, а потом мы уже примем удар на себя. Нам бы было неплохо ихнего генерала свалить с самого начала. Давайте, давайте, конницей. Давайте поспособствуйте уничтожению ихнего генерала. И тогда мы ослабим существенно их решимость к победе. Ой, и конницы у них много. Еще есть колесницы. Да, молодцы. Они очень разнообразные войска используют. Это их не плюс, безусловно. А собачки-то в Египте совсем неплохо работают. Как вы видите. Так, уходим, уходим. Конница так плохо подчиняется. Вечно ее на копейщиков тянет. Давайте уже этих лучников фараона надавите. По-моему, не это другие. Эти не побежали. Да, это сейчас еще. Только из-за присутствия нашего генерала не побежали. Да, лучники фараона. Самые сильные. Шучу, конечно. Но, тем не менее, как видите, они очень неплохо противостоят коннице. Поэтому конные атаки на них почти бесполезны. Еще и наш командир побежал. Супер вообще. Офигеть. От лучников фараона. Ну да, они опытные наверняка. На Карфагене натренировались. Молодцы. Еще особенность. Вау. В битве. Супер. Еще одна особенность семейства Птальмеев была в том, что в нем большую роль играли женщины. В какое-то время правили. Если вы думаете, что Клеопатра, та, которая с Антонием породнилась, она была первым женским правителем Египта, то вы сильно ошибаетесь. На самом деле, их было множество. Просто этих Клеопатр. До той последней, седьмой Клеопатры. И они играли существенную роль в интригах. Они привыкли править, как женщины, властные, интригантки. Они привыкли рулить, как хотели. Понятное дело, что династия Птальмеев в то время, ко времени пришествия, опять же, Цезаря в Египет, она уже исчезла. То есть, прямой родословной линии не было. Были побочные Птальмеи, которые от незаконорожденных уже там смешались. И уже просто так назывались. По сути, привычки династии. На самом деле, прямая линия Птальмеев уже прервалась в то время. И осталась лишь былая слава того Египта, который старались развить Птальмеев. Египет стал провинцией Рима. И, безусловно, как любая провинция, в нее были отправлены префекты или правители. Что же случилось после этого? После того, как префекты были отправлены. Что самое интересное, Египту опять повезло. Им попались хорошие люди, которые действительно начали восстанавливать былую мощь Египта. Опять же, восстановили ирригацию, которая во времена Смуты была очень сильно разрушена. Восстановили экономику. И в свое время Египет был самой развитой провинцией Римской империи. Да, ну, как видите, к сожалению, мы проигрываем. Причем очень нехило проигрываем. И это, понятное дело, ничему хорошему не способствует. Плохо. Плохо. Опять меня отвлекли. И вот такой вот расклад, как вы видите на поле боя на нашем. К сожалению... К сожалению, негативный этот расклад. Есть какие-то шансы, но египтяне все же сильны. Сильны, потому что, по сути, разбили очень сильно нашу армию. А это говорит о том, что мы не сможем осадить Демидий и довести начатое до конца. Все. Все. Никакая черепаха не помогла. К сожалению, их некопейщики, гвардия фараона, которая является самой элитной, по сути, я так понимаю, единицей, они показали свое преимущество и превосходство. И, кстати, я так вижу, у египетских... у египетской пехоты бонус к скорости есть. Потому что они... даже... Нет, не догоняют. Значит, нету. Нет, значит, я ошибся. Да, это была знатная бойня. По сути, количество потерь равнозначное. И, насколько я понимаю, наша компания в Демиде, она захлебнулась. Да. Потери слишком велики. К сожалению, все. Здесь, с этой провинцией, пока что, на данный момент, мы закрыли вопрос. Пока не подтянем новые силы, не накопим. Ну что ж, мы попытались. Тем не менее, что-то где-то ослабили. В какой-то мере. Марш! Годов больше нет, господин! Год готов! И что мы можем здесь германцам предложить? Мы можем предложить только свой меч и щит. И для этого нам необходимо соединить две армии. Затем мы возьмем Маганциак. Затем переправим наши силы на Дамме. или Дамме. Дамме. Или Дамме. И здесь. Здесь нам нужно усилить нашу атаку. У нас уже есть притарианцы. Можно их... О, да у нас здесь хороший отряд. Здесь мы же пытались с германцами завязаться, но у нас фракия как-то остудила наш пыл. Поэтому давайте вернемся к этому вопросу, потому что с фракией мы займемся очень приятными военными вещами совсем позже. Но притарианцев подогнать туда, конечно, подогнать, потому что как редкая единица в данное время, они могут нам существенно поспособствовать. Итак, мы переходим к Римскому Египту. Римское правление в то время в Египте отличалось умом, сообразительностью и отличалось правильным распределением приоритетов. Они поспособствовали росту экономики. Понятное дело, что это было самое основное на тот момент для Египта. Именно по той причине, ага, здесь мы ничего не можем сделать. Ну ладно, не можем пройти из-за этих повстанцев. Что ж, надо будет потянуть более тяжелые силы для того, чтобы преодолеть этот барьер. Понятное дело, что делалось это все в интересах Рима, так как снабжение именно Рима провизии провиантам римских армий составляло главную задачу наместника в Египте. Соответственно, возрождение египетской экономики пособствовало безусловно развитию самой Римской империи и укреплению. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok